здравствуйте друзья 9 мая с утра день победы и такой знаете для нас может быть я не знаю как вот нынешние там молодежь но мы выросли в такое время когда это был может быть главный праздник в стране когда люди которые ну вот воевали это поколение наших родит наших родителей а те кто не воевали они они пережили это все эти похоронки эвакуации тогда поэтому особая как бы такая была живая история которая вошла в каждую семью не не прошло ни мимо кого и всякая история забывается знаете вот допустим что такое сегодня я не знаю там битвам там прибородину это война с бонапартом что такое же война с бонапартом ну правда кого-то сегодня персонально трогает вот проходит время и она перестает трогать персонально поэтому я думаю что конечно с одной стороны это естественно с другой стороны не менее естественно когда из поколения в поколение передается что-то что рубцы такие наносит остается в памяти на многие века поэтому к сожалению хотя может быть это естественно но история переписывается все время ну теми кто наверху и как бы проводит официальную какую-то линию переписывают учебники перепели переснимаются фильмы там запрещаются там чего-то я не знаю там если уже евангелие можно было какие-то запретить представьте себе так вот переписывается история и если мы посмотрим на историю второй мировой войны историю великой отечественной войны трудно найти что-то более фальсифицированное и как бы замутненное сознательно фальсифицированное и сознательно замутненное и как бы я в данном случае вот ваше внимание хочу обратить не к истории которая пишется там где-то в кремле например а к истории которая пишется народом которая остается в памяти нас вот да родители дедушек бабушек вашей самое главное вашей потому что если вашей ничего не останется то что вы передадите на своим детям внукам и так далее подумайте например о том что в эпоху когда не было публичного там общественного радио телевидения и даже на самом деле книгопечатания не было в том смысле какой момент она появилась ну там допустим во времена там первопечатника ивана федорова ну как это будет влияло например там на жизнь людей поэтому в практическом плане когда не было даже печатного слова тем не менее была история была культура были вот скажем так мы с вами знаем были былины вот допустим если посмотреть там на историю еврейского народа то вот скажем то что сейчас вы можете прочитать в талмуде то что называлась устная тора а вот была письменная а была устная это устная тора она передавалась веками передавалась вуз вообще в это серьезно это большой документ это не то что три странички заучить нет это большой документ вот и она передавалась и передавалась и передавалась в какой-то момент было записано уж ну что там успела передаться наверное какие-то изменения происходили там по ходу дела но тем не менее так вот значит память народа и история существует не только в постоянно проституированных каких-то изданиях там и взглядах и которые навязываются и которыми пытаются зомбировать вот нас с вами и я в данном случае как человек уже постарше немножко это наши родители вот были участниками там великой отечественной войны наши дедушки и бабушки вот наши были и погибали и их бабьям яру и где угодно и на фронта и от ран и по ночам вскакивали кричали и умирали я рассказывал там у нас же на канале я когда жил в доме в детстве моем я жил в доме от той дивизии мвд где отец служил и там в основном военные жили и они в основном все были вот этого военного поколения служили парнями молодыми в 20 лет они служили там 19 мой отец там в армию попал сороковом году было 20 лет вот война началась его был 21 вот они такие все и они между 42 и 48 годами вы подумайте только 42 46 47 48 они умерли все те кто войну пережил те кто все это вынес на себе вот этот излом который прошел через всю их жизнь через здоровье не только физическое но психическое они они же никогда не оправились от этого и и все общество было под этим то есть вот они же они же и были общество они же были учителями они были там я не знаю врачами они были на разных должностях там ну вот где там я уже не говорю там про партийных там и так далее просто вот они они же и были жизнь вот в наше время они они же 40-летние 50-летние 60-летние тоже они вот и это как бы на все общество но жил очень сильный отпечаток суровость такая присутствовала кто-то не умирали до 50 вот нас доме было 80 квартир из них там может быть 72 там 73 это семьи офицеров из этих вот 70 там семей но вот два человека передожили до 50 вот мой отец еще один был человек тот тот умер в 55 давайте и вот если мы не сохраним мы не донесем то что останется и вот я собственно вижу в этом свою задачу будучи чекам постарше до вас как-то донести вот то что мы видели из того что мы видели и я стараюсь темные вещи ко мне вытаскивать это не знаю я я не считаю что нужно это делать были вещи очень не симпатичные я я не хочу часа бы это это праздник памяти для меня памяти не торжества одних идей над другими праздник памяти миллионы 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 людей вот сейчас вдруг начинает публиковать там сколько людей погибло в рядах вооруженных сил тут говорили что там за всю войну ну сначала как-то вообще не говорили говоря за всю войну там погибло там не будет чуть ли там не 7 миллионов потом когда уже я был постарше уже говорили что 20 миллионов из них там в рядах вооруженных сил там то ли 5 то ли 7 сейчас вот пишут что примерно каждый год войны в рядах вооруженных сил только погибало по примерно 5 миллионов человек то есть 20 миллионов человек погибли просто в армии просто в форме мы не мы уже не говорим о тех кто гражданских которые погибли на оккупированных территориях и не только на оккупированных территориях отец светланы моей супруги он закончил институт связи в одессе в сороковом что ли году до сороковом году за год до начала войны и он найти вся молодость у него была голодная росли без отца он умер когда ребятам было два брата был когда светину отцу в этом года три-четыре умер значит дед и мать их одни тащила они они все время голодные были и когда он закончил одесский институт связи но они не были одесситами они из кременчуга полтавской области и там как-то но всем выпускники норовили как-то остаться в одессе знаете большой город там можно сказать столица южной россии ссср до российской империи и вот а этот был просто голодный все время и ему говорят вот там есть должность начальником связи треста угольного на приполярном урале вставлять потом это звалось вахрушев уголь и и там как-то зарплата поем там я знаю что там было но там там был сытно и вот он из этих соображений но молодой парень холостой чего там поехал и когда война началась сразу там все как там забронировали потому что донбасс очень быстро оказался у немцев нужно было перестраивать угольную промышленность и там я к чему это клоню к тому что навезли очень много людей не только лагеря поставили для заключенных там политических и так далее он рассказывал очень много как он там профессоров своих встречал там одесских так далее вот в этих лагерях но была еще такая труд армия называлась труд армия это были люди которые были мобилизованы на работы не не встроить нет ни не вот туда а просто вот нужно там в степи построить завод вот там мобилизует людей то есть ты не можешь уклониться или там как-то тебя взяли мобилизовали прислали там поставили ну что поставили а может ничего не поставили и вот так значит и я вот помню его рассказ о том как каждое утро значит из бараков они там голодали они они очень плохо кушали не было еды и их просто значит с утра проезжала телега на улицу из этих бараков значит там где они там жили выбрасывали тех кто умер за ночь они превращались в такие замерзали короче вот их на телегу значит закидывали отвозили там что там тундра взрывали значит там динамитом вот эти могилы и туда это не были люди которые чем-то провинились это не были люди которые ну правда мало того их туда почему-то не знаю больших количествах и средней азии еще завозили то есть людей которые мороз вообще выдержать не могут это они ну ни в каком виде не приспособлены так вот почему я говорю это для меня это день памяти это день памяти тех кто не дожил и вот я собственно вам пытаюсь как-то передать вот это все светил папа уже не расскажет его уже нет живых да а я вот что слышал как вам в общих чертах и что еще хотел посоветовать ну давайте я пару слов скажу это был я я мог конечно посмотреть день там википедии вам сказать более точно но так я по памяти это был конец шестидесятых но не помню я шестьдесят восьмой год ну что-то такого плана вышел фильм от которого плакала вся страна просто люди рыдали это был фильм назывался он белорусский вокзал и я почему вам рассказываю об этом потому что я вас приглашаю посмотреть этот фильм то есть я я не знаю где вы его найдете может быть он висит целиком на ютубе может быть это ссылочку даст может быть еще где-то и сейчас такие ресурсы в интернете я я не знаю честно я просто хочу рассказать про фильм я очень хочу чтобы вы посмотрели просто чтобы понять людей которые вот там поколением перед вами им и и особенно двумя перед вами от ваших бабушек и дедушек значит 20 лет прошло после войны ну там 22 23 и те самые парни которым было 20 21 22 рано повзрослевшие которые воевали и вот им уже 45 они там по-разному жизнь сложилась кто-то там в начальнике вырос кто-то работяга но вот эта война в них сидит она не уходит ну как-то сидит и вроде бы она знаете вроде бы так она уже ну вот обштукатурилась мирной жизнью и вот все она там сидит и вот собираются люди которые когда-то воевали вместе там была песня знаменитые и там пели вся страна пела там про десантный батальон да уходят 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 в бой десятый десятый наш десантный батальон а сомнения прочь уходят в ночь отдельный десятый наш десантный батальон и вот и там нам нужна одна победа одна на всех мы за ценой не постоим и вдруг эти люди они возвращаются в свою молодость и там даже подрались там где-то защищая добро там против зла там и так далее и вот они удивительный фильм мне это было тогда я еще пацан был ну там под ну даже не не подросток так то лет 12 13 и я вот видел для меня из и сам фильм был очень трогательный конечно потому что мы были частью этого времени и мы мы проникались но когда я видел вот как старшее поколение реагировал я подумал что если я могу что-то сделать такое ну вот в плане передачи опыта то я вот расскажу вам про этот фильм и и чтобы его посмотрели не 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 надо его знать как там рабинович насвистел там симфонию шестакович и я я не хочу быть тем арбиновичем который вам насвистел вы уже сами посмотрите вот и если что-то такое в вас всколыхнется вот я я буду очень очень рад потому что это великая вещь очень человечная очень очень патриотично ну в общем я думаю будет здорово если вы посмотрите я буду очень рад а так я уже приехал на работу и совпало все же сегодня у нас тут в офисе мы празднуем мой день рождения да ну вот как то так получилось не специально вот и и выпьем там по рюмочке за день победы и с праздником вас если бы не было этого дня и непонятно где мы с вами сейчас были и были бы вообще не только мы поэтому великий день великий праздник так что нам и детям нашим во веки веков аминь счастливо